МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 105,9% правды в треугольнике Лисичанск-Северодонецк-Рубежное услышали радиопульс. Риск на равных пограничники и их служебные собаки теперь в бронежилетах. Госзакупки онлайн Луганская область присоединилась к электронной системе Прозорро. Цель – сделать проведение тендеров прозрачными и доступными. По мнению разработчиков, это поможет побороть коррупцию в бюджетной сфере. Подробности в материале. В государственных тендерах побеждают своим. Отменить эту коррупционную формулу решили предприниматели Луганщины. Для этого в Северодонецке организовали практический семинар, на котором учили коллег пользоваться новой электронной системой. Сайт устроен по принципу «все видят всё», в том числе условия тендера, других участников и нарушения. Любой частный предприниматель может заходить на этот портал и передавать свои услуги, свои товары, и быть конкурентным. То есть это уход от коррупции. Областная власть инициативу электронных тендеров полностью поддержала. Бюджет, все эти деньги, платники и податки. И имеет право иметь доступ к участию в торгах каждой гражданской территории. По словам организаторов, семинар – это один из этапов системы «Прозора». На нём предприниматели и финансисты учили правильно подавать онлайн-заявки. Свои знания они смогут применить в следующем бюджетном году. А любой пользователь сети увидит, на что тратят государственные деньги. Наталья Войнова, Илья Трофимов, Падии. Радиопульс расширяет границы вещания. На волне 105,9 с начала недели областное государственное радио услышали жители Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Украинское радио доступно и на оккупированных территориях в Луганске, Стаханове, Первомайске и Кировске. Слышать правду теперь могут ещё больше жителей Луганщины. Областной радиопульс расширила границы вещания. Была проведена большая работа, начиная с того, что Луганская областная государственная телерадиокомпания получила все необходимые разрешения и лицензии в нацсовете, в центре радиочастот украинском. И заканчивая тем, что совместно с концерном РРТ мы довели это дело до логического завершения. В конце прошлой недели в Лисичанске на передающем центре появился передатчик мощностью в полкиловатт. Радио можно услышать в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном и Кременной. Ежечасно в эфире звучат новости, спецрепортаж, тресс-обзор, интервью, цитата дня. Украинское радио также доступно не только в оккупированном Луганске, но и Первомайске, Ирмена, Стаханове и Тировске. Нам важно, что нас слышат и в той части области, и в части области подконтрольной украинской власти, потому что у людей есть дополнительный источник информации, альтернативной информации. Когда человек ограничен, это очень плохо, когда он слышит только одну сторону, а когда он слышит две стороны, два мнения, неважно каких, люди у нас не глупые, они сами сделают выводы. Услышьте пульс на волне 105,9 ФМ для Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной и 99,5 ФМ для Луганска. Галина Корешняк, Алена Казак, Падим. Служебные собаки луганского пограничного отряда теперь в бронежилетах. Они, говорят инструкторы, им просто необходимы. Собаки участвуют в рискованных операциях наравне с людьми. Познакомились с необычными пограничниками и наши корреспонденты. Этот пёс – ветеран луганского пограничного отряда с поземным «Дукс». 11 лет он верно служит Украине на восточной границе. В его послужном списке и выполненные задачи и награды. Последнее из них – за удачный поиск пропавшего в лесу ребёнка. Пропадали дети, находили, задерживали ребят, которые пытались нарушить государственную границу. А это его коллега Спаниэль Ричард. Ему 4,5 года. Его называют непоседой. В дрессировке по поиску, оружие, наркотиков очень хорошо и легко. Команды рядом сидеть, лежать даются и очень трудно, потому что собака очень активная. Теперь Дуксу и Ричарду, помощникам пограничников, которые служат в Белолуцке, на задание будут надевать специальные бронежилеты. Стоимость каждого – 4000 гривен. Он может защитить собак от осколков, ножевых ранений и выстрелов из пистолета. На подготовку служебной собаки тратится огромная сумма денег. Плюс само животное – это друг, товарищ, который всю жизнь с нами. И никто с Кеновым не захотел бы, чтобы его друг пострадал. Я считаю, что сколько бы он ни стоил, он себя оправдывает. Весит собачий бронежилет около 3 килограмм. Собаки чувствуют себя в новом снаряжении комфортно. Наталья Изразцова, Алексей Хомутов, Павел Куч, Падии. Министерство финансов проверит законы социальных выплат украинцам. Цель – избавиться от мертвых душ и тех, кто получает несколько пособий одновременно. Министр Наталья Яресько заявила, цитата, «Мы поднимаем социальные нормы и увеличиваем пенсии. Это просто проверка. Если окажется, что со списком получателей все в порядке и сэкономить в бюджете не получится, то это будет моей проблемой, и мне придется искать где-то 5 миллиардов гривен, которые я рассчитываю сэкономить за счет ее проведения». Конец цитаты. Это не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске вы узнаете о таком. Достояние псевдореспублики. Таможенники ЛНР запрещают вывозить сигареты и водку в соседнюю ДНР. Учебники из будущего. Школьники в незаконной ДНР учатся по учебникам 2016 года. С родным театром «И в горе и в радости» актер Иван Шербул отпраздновал 30-летие творческой деятельности. Символы войны. В Рубежанском городском музее новая экспозиция, посвященная АТО. В оккупированном Луганске боевики вырезали трамвайные рельсы, а теперь взялись за контактные сети. ЛНРовские боевики не пропускают на своей границе водку и сигареты в Донецкую псевдореспублику, а школьники на оккупированных территориях вынуждены учиться по бракованным российским учебникам. Подробно об этом в традиционном обзоре. Без маршруток, троллейбусов, а теперь и без трамваев. В оккупированном Луганске пропадают контактные провода над трамвайными рельсами. Об этом сообщает социальная сеть группа «Оккупированный Луганск». Самозваный мэр города Манолис Пилавов еще в октябре этого года разрешил демонтировать трамвайные контактные сети под предлогом борьбы с воровством. Мэр Сепарти считает, что на несуществующих складах хранить провода надежнее. После этого сети начали вырезать с еще большим энтузиазмом и вывозить в известном заграничном направлении в Россию. Туда же с лета вывозят и трамвайные рельсы. Возобновлять движение трамвая в оккупированном городе боевики уже не обещают. Люди боятся остаться без общественного транспорта. Дружба дружбой, а вот коврось. Таможенники Луганской псевдореспублики запретили провозить в Братскую ДНР сигареты и алкоголь. Об этом пишет Остров. Такое особое внимание при пересечении границы недогосударств ЛНРовские таможенники уделяют сигаретам и водке. Эту продукцию боевики считают стратегической. И делиться ею даже с соседями. Единомышленниками не хотят. Местные жители сообщают, что даже один блок табачных изделий террористы расценивают как контрабанду. Наказание для таких нарушителей – стандартная штраф и конфискация. Люди предполагают, что таким образом боевики решили не наказать соседей, а пополнить собственные запасы продовольствия. Так как пайки и зарплаты самозванная власть не выдает до сих пор. Бракованное образование. Дети в псевдореспубликах продолжают учиться по российским учебникам из будущего. Школьникам в Донецком недогосударстве опять выдали книги для общеобразовательных учебных заведений, датированные 2016 годом выпуска. Об этом пишет Луганский Радар. Учебники из будущего были напечатаны в Москве, Российская Федерация, на полиграфическом предприятии просвещения. Так, 2016 год указан на книгах «Алгебра и начало математического анализа» для 10-11 классов, «История» для 11 класса и «Русский язык и литература» для 10-11 классов. Все названные учебники рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации. Такие книги обычно попадают на оккупированной территории с так называемых гум-конвоев. Белые Камазы продолжают привозить псевдогосударствам в пропавшую еду и науку. С родным театром и в горе и в радости. Во время оккупации Луганска Иван Шербул был первым актером областного украинского театра, кто выехал на территорию Украины. За полтора года Шербул сделал все, чтобы театр снова работал на украинской Луганщине. На концерте, посвященной 30-летию творческой деятельности актера, побывала и наша съемочная группа. Иван Шербул – актер Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра. За 30 лет творческой деятельности на его счету десятки сыгранных ролей. У нас была вистава «Дамы Гусара». Он играл моего коханца, я играла его девушину. Мы спеваем дуэт, и он меня бере, поднимает, сажает на плече и несет. А на премьере он меня поднял, и я почуваю, что сейчас я мив, падаем. Но все нормально, спевали, но это был такой экстрим. Иван Петрович первый выехал из оккупированного Луганска в север Донецк и начал восстанавливать театр. Сейчас над постановками трудится 16 человек. К 30-летию творческой деятельности коллеги и друзья Шербулу организовали концерт. Актера наградили грамотами, вручили подарки и почетный знак за развитие региона от областной власти. За всю вашу смеливость, за ваш патриотизм, за ваш дух, который вы сегодня сберегаете и даруете нам всем. 30 лет службы в театре у Шербулу могло и не быть. 10 лет назад Ивану Петровичу предложили перейти на госслужбу и попробовать себя в новой роли, за начальника об основу управления культуры. Однако вжиться в нее талантливому актеру не удалось. Но когда Ивану Петровичу каждый день начали приносить копыки паперей, он отмолился от тех всех сказковых благ, которые ему могла принести эта посада. В свой праздник актер не отдыхал. Иван Шербул на сцене не только играет, но и поет. Исполнитель имеет на своем счету более 70 авторских песен. О своих планах на будущее Иван Шербул говорит, что ему есть куда стремиться. Уже сейчас актер работает над новой постановкой за двумя зайцами, которую зрители увидят в ближайшее время. В Рубежанском городском музее открыли экспозицию «Рубежное АТО». Организовали выставку местные полицейские и общественники. В Луганской области подобная экспозиция единственная. На ее открытии побывала и наша съемочная группа. Патроны и гранаты, каска-приманка для снайпера из станицы Луганской, снаряд от РСЗО «Смерч», из которой террористы обстреливали Лисичанск. Сбитый по трехизбинкой беспилотник российского производства и даже государственный флаг Украины, вдохновлявший киборгов в Донецком аэропорту. Все это добро по крупицам собрано волонтерами из организации «Никто кроме нас» и сотрудниками местной полиции. Каждый из экспонатов наполнен своей легендой, своим отношением ко всему происходящему. Хотим проехать, показать, что все-таки российские войска у нас присутствуют, что это не продается в супермаркетах и военторгах. Мать военнослужащего, который сейчас несет службу в одной из самых горячих точек востока страны, передала музею новый экспонат – часть аптечки своего сына, с которой он воевал больше года. Эта аптечка с ним, ну это не аптечка, вы понимаете, это бинт. Она побывала с ним в Песках, извините, они выехали два недели назад. Организации экспозиции планируют сделать выставку передвижной, чтобы как можно больше людей, проживающих в Луганской области, узнали правду о трагических и героических событиях нашего региона. Иван Павлупанов, Илья Трофимов, Падии. И в продолжении выпуска новости зарубежья в России сносят Кремль. На территории уже начались работы по демонтажу 14-го корпуса, который находится между Спасскими воротами и Сенатским дворцом. Причин, почему Путин решил убрать с лица земли часть своей крепости, несколько. Во-первых, именно там находился кабинет первого президента России Бориса Ельцина. А как известно, у идола не может быть конкурентов. Путин хочет, чтобы его считали основным правителем России, поэтому убирает часть истории буквально. Во-вторых, раньше на месте этого здания жили богатейшие люди города. И после демонтажа здания там начнут археологические раскопки. Экономика страны-агрессора обнищала. И таким образом хозяин Белокаменной, видимо, надеется обогатиться и хоть как-то пополнить золотовалютный фонд страны, который изрядно потрепали санкции Запада. И о погоде на 9 декабря. В Луганской области переменная облачность без осадков. Утром слабый туман. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1-6 градусов, днем 3-8 градусов тепла. В Северодонецке ночью минус 2-4 градуса, днем 2-4 градусов тепла. В Луганске температура ночью минус 1-3 градуса, днем 3-5 градусов тепла. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LotaLGUA и в новостях Радио Пульс. Обязательно встретимся на нашем канале. Я желаю вам только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова